здравствуйте мои дорогие девочки и мальчики тоже я сегодня вдруг ни с того ни с сего зимой решила порисовать грибок а с чего бы это вдруг а дело в том что сегодня мне грибок показала одна девушка которая никогда до этого не рисовал он очень хочется ну хочет научиться она показала мне грибок я подумала что есть кое-какие вещи которые хочется сказать всем начинающим ну и решила что на примере грибка можно как раз и поговорить вот о таких мелочах которые обязательно обязательно нужны будут при композиции любых небольших таких не масштабных предметов и так грибок первое конечно что в композиции с этим грибочком мне не очень понравилось то есть он для этого листочка чуть-чуть великоват мало того что нужно как определенного размера вы сделать так еще мне кажется что очень важен ракурс вот этот ракурс это точка зрения с которым из с которой мы смотрим на какой-то предмет ну всем фотографам особенно знаком этот термин и так ракурс пожалуйста вот такой ракурс я думаю что не понравится никакому человеку который любит фотографироваться и смотрите внимательно можно на тот же самый предмет посмотреть либо сверху и он нам покажется маленький маленьким каким-то или наоборот посмотреть на него снизу тогда он нам кажется таким величественным большим великаном то есть зависимости от нашей от нашей точки зрения по разному будет смотреться и наш предмет можно посмотрите вот грибочки вид на них сверху вот грибочек вид снизу а вот грибочек на который мы в принципе смотрим прямо как раз это тот самый ракурс который мне особо не был интересен но тут так красиво по цвету что все-таки я осталась здесь и так рисуем вот этот грибок для начала закомпонуем его так как я нашла грибок все-таки более горизонтальный я себе отбиваю такой горизонтальный формат куда этот грибок впишу я хочу сделать маленьким потому что и времени у меня уже поздновато да и работаю сразу уменьшится так видите я свой грибок сразу переношу чуть-чуть влево по композиции потому что у нас еще листочек тут будет сверху здесь у меня задача гиперреалиста нет мне хочется просто показать как работать цветными карандашами так теперь мне это уже не нужно потому что вопрос еще так был такой действительно начинающих думать а как вообще раскрашивать цветными карандашами ну вот у меня у меня конечно арсенал все-таки большой но обойтись даже шестью там десятью штуками вполне тоже можно я правда если честно уже забыла как это так я начну с вот этого такого размытого фона наверно потом перейду грибочку я беру свой самый самый веселый карандашик вот вот он какой видите прямо флуоресцентный как штриховать вот сейчас вы видите то что у нас не огонька мягенько я не стараюсь здесь делать штрешочки я просто кладу его бочку и вот такой вот плашечкой карандаша его боком просто считайте что я вот не знаю натираю или как сказать тонирую так тут оставила многие линии построения которые которые будут просвечиваться поэтому я их уберу так видите я прям захожу за линии почему я захожу потому что здесь тоже очень яркая вот это вот мог такой пушистенький очень яркий вот тут мне как раз абсолютно не нужно чтобы было видно штриховка наоборот мне хочется чтобы здесь было довольно все размыто ведь когда фотографируют фотографом видите взял фокус наш грибочек он прям так очень передан четко резко а фон у нас размыт и вот видите там чуть выше наверное какая-то зелень и опять я стараюсь я очень стараюсь видите бачком мулюк 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 как говорят дети делаю поплотнее но при этом стараюсь чтобы особо моих штрихов было не видно здесь как раз это нам и не нужно по тем временем карандаш и подобрался к шлифу пачка ножки ножка у нас довольно такая охристая тепленькая вот тут обратите внимание на штрихов горит а как штриховать я люблю штриховать либо привыкла уже штриховать по форме вот он у нас вверх растет правильно поэтому моя рука сразу так и тянется то есть вот подчеркнуть вот эту его форму вот он видите какой пузатенький но мне этого оттенка мало мне хочется его сделать еще более теплым поэтому я прохожусь еще желтеньким сверху от шляпки от шляпки будет падать тень шляпка круглая и тень будет падать по окружности карандаши у меня сборная солянка здесь есть акварельный карандаш эрик краузер и обыкновенные просто мягкие карандаши вот у меня очень мягкий карандаш видите он у него даже цвет совсем другой более темный более насыщенный вот это тоже кусочек это же тень от самой шляпки причем она еще и зеленоватая тут от травки очень много рефлексов рефлекс от отраженный свет трава зеленая отражается от нее яркий зеленый свет и подсвечивает видите прям солнышко падает сюда на зеленую и это зеленка отражается вот туда подсвечивая изнутри нашу шляпку так я еще буду уплотнять так и постепенно буду уплотнять краешек нашего грибочка ну вот доплотнялась очень жаль так краешек грибочка более темный а вот тут наверху у нас вот тут наверху что за интересный свет а это наше голубое небо отражается ой забыла про грызанные пятнышки нашими слизняками им тоже надо чем-то питаться из-за того что сверху у нас фиолетовый вот этот вот цвет точнее наоборот он голубоватый с неба вот из-за этого у нас тут такая вот легкая фиолетовенька фиолетовенька а дальше дальше он у нас идет оранжевый причем вы обращаете внимание что я одним цветом перекрываю другие я не делаю кусочек тут кусочек тут видите оранжевым я пошла вот туда подальше потом еще коричневый сюда затяну если вы хотите допустим тот же оранжевый сделать потеплее опа желтенький взяли добавили еще желтушечки вот там внутри у нас будет темно опять зеленый рефлексик и там тоже видите опять зеленым я прохожусь карандашом внутри опять это зеленый рефлекс от нашего от нашего мха вот наша веточка листочек и в него опять есть холодненькая листочка все от неба от нашего небушка вот видите по шляпке его иду 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 вот как штриховка укладывается Да и вот так постепенно она и укладывается. Ровненько-ровненько. Здесь я шла, обнимала его с левой стороны. Здесь я буду идти, буду обнимать его с правой стороны. Беру зелененький и обязательно добавляю зелененького вот сюда. Цвет получается сложнее и тем более опять же рефлекс. Так, это чуть-чуть розовенького вон там, видите, в прогрызке в нашей. Вот, видите, кусочек рыженького я сюда кинула и бросила. Нет, милые мои, надо дальше довести. Все-таки шляпка более-менее вся равномерно окрашена. Причем вот сюда мне прям хочется чего-то очень яркого добавить. Даже вот красным хочется пройтись. Вот там внутри прям настолько темно, что я уже даже не знаю, каким там его уплотнить. То он очень темный, поэтому я даже вот холодненького взяла. Синенького какого-то. У меня синий-фиолетовый. Вот. И тень тоже на нем еще плотнее. От шляпки. Так. Можно было бы на этом остановиться, но раз мне попались на глаза все-таки эти красивые листочки, я их только чуть повыше сделала, но ничего страшного, то значит я их и сделаю. Так, я их для себя так светленько чуть-чуть обведу, более-менее где, чтобы разобраться, где они у меня хоть находятся. Так. А сама тем временем глазками все время смотрю на фотографии и вижу, что она все-таки более темная вот здесь. Не такой уж яркий цвет, какой он у меня тут есть. Так. Опять своим веселым цветом я подтеплю. И желтенького добавлю, чтобы уже совсем было весело. Так. Тем временем добавляю чуть-чуть розового. Самые светлые места на наших листочках. Листочки рыженькие, скрюченные уже. А свет сверху голубоватый, прохладный от цвета от неба. Поэтому они очень светленькие здесь. А дальше уже опять закручиваются. Более рыжие становятся. Поэтому я прям покрываю. Вот видите, все-все-все рыженьким. Вот видите, я никогда не задумывалась, а как вообще цветными карандашами. Я ими штрихую точно так же, как и обыкновенно черным. В смысле графитным. Так. Не забыть тут зелениночку. О, какой мягенький карандашик мне попался в руки. Хорошо. А вот тут у меня уже будет мох мохнатый. Тут я резко как-то сменила штриховку, пошла вверх. Поэтому сейчас тихонечко я успокою, 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 успокою. Вот здесь, обратите внимание, мантинь получается даже плотнее, чем шляпка. Поэтому я еще раз ее пройдусь. Какой? Наверное, вообще каким-то холодненьким уже сюда залезть. Вот она по цвету у меня. Вы говорите, цвет карандашей, да, вроде и много карандашей. А все равно вот того, чтобы я хотела, наверное, нету. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова